Друзья, добрый день! Виндетты приехали, на этом все. Шутка. Итак, прежде чем я перейду к виндеттам, которые у меня выложены здесь, и хочу вам рассказать про непосредственно эти ножи, можно уже сказать, что культовые. Я хочу вам сказать, что у нас в пятницу вышло видео, довольно-таки большое, и в этом видео мы рассказали про корыный час, сколько будет стоить, и какая сталь, какие люфты, и также мы ответили на очень часто задаваемый вопрос, какие у нас углы заточки, ну и на самом деле вопросов очень много, поэтому если вас интересуют эти вопросы, плюс другие вопросы касательно ножей, то обязательно переходите по этой ссылке и смотрите это видео. Там есть тайм-коды, можно очень удобно для себя как раз-таки выбрать тот раздел, который у вас непосредственно, ту тематику, которая вас непосредственно интересует. Ну а теперь давайте непосредственно перейдем к виндеттам, и вот у меня в руке, я сразу себе, конечно же, посадил на карман новиночку, это у меня, вот как видите, карбон с красной нитью, и в посте мы сказали, что это у нас лимитированная виндетта. Что значит лимитированная виндетта? Об этом я скажу чуть позже, но для начала давайте о различиях. Вот возьму я прошлогоднюю лимитку тоже вот из карбона. Смотрите, в первую очередь сразу видно, это появился предохранитель, который закрывает и невозможно тогда отодвинуть. То есть фрейм, таким образом нож стал более надежным. Это первое. Второе отличие, надо будет, наверное, поближе показать, это, сейчас, вот, это у нас в плавнике. Видите, на новых насечках вы просили, мы сделали, мы сделали насечки. То есть гораздо, ну, у меня и тогда как бы все хорошо открывалось, но все-таки иногда бывает там рука мокрая или что-то, в перчатке, и вот насечка появилась, поэтому вот открывается очень удобно. Ну и третье, я не знаю, если камера это передаст, сейчас попробую протереть. На самом деле мы немножко по-другому сделали в этот раз сатин. Внутри, в компании всем понравилось, ну и на фотках вы, наверное, видели, сам сатин чуть-чуть другой, ну, совсем чуточку, вот. Вот, ну, так же все красиво играет, и все то же самое. В остальном, в остальном ничего не изменилось. Теперь касательно, вот почему я показываю, да, то есть и синюю, и красную, да, виндетту, и мы говорили о том, что вот это у нас лимитки, но не пронумерованные. Я это называю годовой выпуск, то есть ежегодно. В прошлом году, когда мы сделали виндетты, мы сделали такую ограниченную серию, ограниченную серию всего 200 штук, с карбоном с синей нитью. И один наш постоянный покупатель, владелец ножей Даггер, Роберт, привет, Роберт, нам сказал, а почему бы вам каждый год не делать другие накладки из карбона? Идея показалась интересной, и не только Роберт, на это также начали указывать и другие владельцы Даггер. И мы прислушались, и да, в этом году мы сделали уже не 200, а 300 виндетт вот с красным таким карбоном, с нитью таким, красной нитью. Но сразу скажу, что уже осталось порядка 150 с красной нитью, поэтому если вы планируете собирать виндетты с карбоновыми накладками, иметь вашу коллекцию, то надо поторопиться. В следующем году будет, ну, наверное, мы также увеличим на 100 штук, то есть сделаем ограниченную серию из 400 ножей, но мы их не нумеруем. Ограниченную серию и хотим сделать хаотичный карбон. Это уже, там, мы говорим о 2022-м. А сейчас, обратите внимание, это вот такая вот красота. Сразу скажу, судя по заказам, да, то есть сейчас больше заказывают именно карбоновую виндетту. Конечно, G10, он более практичен, потому что карбон, он скользит. G10 более практичен. Ну и раз у меня здесь представлены все виндетты, те, кто не знают нашу компанию, хочу показать самую первую виндетту. Он даже у нас пронумерован. Это у меня первый из 200. Вот это была первая виндетта. Как видите, с отверстием. Здесь я даже вот убрал стеклобой, ну, чисто для себя. Потом у нас появились виндетты. Ну, все знают уже эту виндетту, мою виндетту. Здесь была G10, но карбин, я заказал у карбин кастом Knives накладку. Дизайн мне сделал боль. Вот такую вот накладочку. И вместо G10, вот это у меня самая рабочая виндетта, даже по клинку. Наверное, можете видеть, насколько она у меня так немножко убита. Вот. И это моя коллекция, да, то есть и синяя виндетта. Сейчас в мою коллекцию G10 я не стал себе добавлять в коллекцию, конечно, появилась красная, да, которая уже вот новиночка. И титановая. По титану также хочу сообщить, что вот в прошлом году мы выпустили ограниченную серию, это уже лимитированные, номерные, титан 100 штук, 100 ножей таких. И каждый год мы будем выпускать виндетты. Ну, планируем, по крайней мере, выпускать виндетты вот в ограниченной серии, лимитированные также по 100 штук. В этом году будет из М390. Если я не ошибаюсь, лист ожидания уже почти полностью заполнен. По-моему, по титановым виндеттам мы здесь фотку вставим, какая она будет в этом году из М390. Там, по-моему, осталось порядка 20 или 30 свободных номеров. Поэтому, если вы еще не записаны и вы рассматриваете в коллекцию вот этот культовый нож, то, конечно же, обратите на это внимание, свяжитесь с нами и наши менеджеры вас обязательно запишут. Ну и, конечно же, я не мог не поделиться. Внимательный, кто смотрит наш инстаграм, видели в сторис, мы сделали пост. для нас это, конечно, честь. Поздравляю всю команду Даггер и, на самом деле, сообщество. Есть вот такой вот журнал. Нам вот на днях просто приклали именно оффлайн-версию. Я даже не знаю, как это переводится, но что-то связано с ножами. Саш, ты знаешь? Что-то связано с ножами. Что-то связано с ножами. Такой прикольный журнал. Жаль, конечно, что в России уже такие журналы не выпускаются на ежемесячной, по-моему, основе. Вот такой вот журнал. И что самое важное, почему я вам это показываю, смотрите. Какая компания здесь? Даггер. То есть мы, там вышла большая статья. А как это произошло? У нас есть дилер во Франции, Кутеррито Ранжели. И во Франции на самом деле наши даггер довольно-таки популярные становятся уже. И во французском я на живом сообществе как бы даггер уже хорошо присутствует. И редактор как раз-таки нас связал с редактором этого журнала Кутеррито Ранжели. И они опубликовали вот такую большую статью про нас. Задавали нам кое-какие вопросы. Поэтому это круто. И мы этому очень рады. Поэтому вот этой новости тоже хотел с вами поделиться. Ну вот на этом наверное у нас все касательно новостей. Я ничего не пропустил. Нет отлично. На этом у нас все касательно новостей. В общем вендетты есть. Чего вы так долго ждали. Мы уже отгружаем их. Поэтому смотрите ваши имейлы, треки вам уже наверное приходят на имейл. И уже новая армия владельцев вендетт я думаю в течение недели двух будет довольно таки большим. Всех благ друзья что смотрите нас подписывайтесь обязательно. До свидания.